здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 25 ноября сделаем обзор рынка по таким инструментом как и сыпи 500 товарно-сырьевой рынок это металла золото серебро нефть и газ рынок форекс евро обсудим на это рынок криптовалют bitcoin эфир напомню данный обзор выйдет как на моем канале и на канале моих партнеров с компанией амаркет если вас будут возникать какие-то вопросы по по инструментам уточнение а также свое мнение пишите в комментариях как вы считаете по возможности отвечу на ваши вопросы ну и напомню что действует сейчас скидка в связи с черной пятницей на мои курсы обучения и закрытый канал про signal вся информация на сайте в описании ссылка и так давайте начнем с рынка обсудим графики ну прежде чем начать обсуждать графики давайте вспомним что у нас по новостям на текущей неделе немножко сдвинулся график на один день потому что в сша день благодарения это будут выходные это для тех кто торгуют акции фондовый индекс там будут укороченные сессии будут новости протоколы п сша пися инфляция поэтому волатильность будет на рынке также что в принципе обсудить что было на прошлой неделе ничего такого важно важного не произошло каких-то глобальных сдвигов ну кроме этого орешника кокошника или как там его принципе ничего такого глобального нету новости вдаваться не буду есть определенные нюансы ну только хотел бы отметить по поводу рынка криптовалюту там новости есть интересные я уже об этом говорил так как сша и в принципе уже некоторые там штаты говорят о возможном резерве законопроекты вводят они в процессе понятно по поводу резервной валюты биткоина чтобы его внести дополнительно да как резервно поэтому это я думаю в первую очередь будет толкать и рынок криптовалют принципе как вы видите он достаточно хорошо неплохо растет и дальше будут думаю россии пик еще не пройдена а возле после пика я думаю что будет хорошее падение но это будет позже это что касается новостей что касается графиков s&p 500 давайте начнем с него и так я ожидаю дальнейший рост принципе предлагаю дальше его покупать напомню на своем последнем обзоре в пятницу я советовал s&p 500 покупать цель обновления вот этих максимум это локальные цели кто торгует локально и среднесрочно здесь есть куда расти у нас нету никаких уровня сопротивления я бы дальше удерживал и держал до тех моментов пока не появятся какие-то признаки на на коррекцию или на разворота напомню ключевой уровень по s&p это 5 900 вот эта зона да у нас здесь плюс в данной зоне также идет трендовая линия по последним минимумом я ее нарисовал поэтому пока мы выше вот этой зоны 5 900 я только за покупки и принципе у нас дорога открыта наверх что касается нас так там принципе ситуация аналогичная дальше рынок металлов по металлам напомню на прошлой неделе всю неделю я советовал покупать золото предполагал что у нас закончилась коррекция по золоту как видим она в принципе скорее всего закончилась и дальше мы не показали неплохой рост по золоту я думаю что дальше после завершения вот этой локальной коррекции которую на сейчас будет которая началась понедельника и возможно продолжится будет ли она более глубокое время покажет и как появится сигнал об окончании и напомню ранее я проводил разные вебинары на ту тему как распознавать окончание коррекции по по инструментам изучайте и покупайте дальше золото с целью 2 800 3000 и выше по срокам были вопросы вот позапрошлыми вебинарами по поводу сроков куда как когда мы туда дойдем ну смотрите коллеги этот вопрос очень сложный это может быть как через квартал так и через два может быть так через месяц два в любой момент может появиться какая-то эскалация в любой точке мира и скажем трейдеры будут активно или там более активно покупать и мы сможем туда более раньше дойти или позже и так далее поэтому это это сложно ответить я сказал направление покупаем не исключаю какие-то более усложнения это как альтернатива этих всех коррекций что золото еще может тестировать 2500 и так далее такие сценарии я не исключаю но пока для меня базовый основной сценарий это что у нас коррекция закончилась и вот этим минимуму 2 500 мы больше не будем обновлять и будем только расти обязательно соблюдайте риски потому что на рынке возможно все кто торгует серебро вы я бы обратил ваше пристальное внимание на данный металл у нас здесь рисуется довольно интересная ситуация уровень поддержки 30.75 все что выше я бы покупал если мы сегодня день хорошо закроем выше данного уровня или даже еще чтобы очень хорошо от купили сегодняшний день то в таком случае у нас шансы и вероятность роста увеличивается в район 32 3250 а возможно это все у нас коррекция она закончилась и мы будем расти как и золото дальше на 35 и выше такой сценарий я закладываю как основной альтернативные что у нас здесь может рисоваться более сложная коррекция это мы уже будем дальше обсуждать в следующих обзорах если ситуация будет меняться условно как вот здесь было у нас летом да когда серебро затянуло коррекцию на несколько месяцев смотрите то есть такой большой двойной звезда у нас сейчас одна волна движения может немножко наверх а возможно без потом новое снижение или там разворот глобальный все возможно потому что напомню золото это защитный актив в случае каких-то форс-мажоров на рынке у нас сейчас форс-мажор как начался он только будет увеличиваться а серебро он частично как защитный активной этот актив также используется производстве и поэтому мы видим экономика китая европа на сильно падает и другие экономики дальше думаю будут падать и в связи с этим серебро серебро может глобальной перспективе падать это нужно учитывать дальше что касается нефти марки бренд я бы дальше советовал покупать напомню всю прошлую неделю я советовал только покупать нефть и цель локально это 76 возможно дальше мы покажем 80 и выше в ближайшей перспективе на чем это будет какой будет триггер возможно какие-то основа волнение на каких-то конфликтах и так далее сложно сложно сказать напомню на прошлой неделе было несколько таких локальных аварий в норвегии на нефтебазах в казахстане не знаю не закончились или нет но это на прошлой неделе потолкнула цены наверх напомню что ключевой уровень по нефти марки бренд для меня это 70 а пока мы выше 70 я за покупки когда мы снова придем к уровню 70 то это будет сигнализировать о возможном его пробои и дальнейшем падении цены в район 60 50 но пока я спекулятивно за рост дальше натуральный газ по натуральному газу у нас ситуация принципе дальше продолжается смотреться наверх напомню что последнее время я советовал только покупать натуральный газ кто воспользовался данными рекомендациями тот неплохо заработал я думаю что дальше мы снова будем расти и когда закончится вот эта локальная коррекция я бы дальше покупал с целью обновления вот этих максимум которые были осенью прошлого года в ноябре да то есть в районе 370 это по по склеенному фьючерсу контракта да то есть у каждого может быть разные брокеры разные котировки кого-то спот кого-то фьючерсов еще какие-то моменты там поэтому котировки могут отличаться пока основной с нами для меня только рост напомню у нас пришла ранняя зима в европе в сша и на фоне этого газ неплохо растет дальше что касается что касается рынка форекс со всех инструментов я выберу сегодня только евро доллар напомню глобальная картина по евро доллара который я рассматриваю вот это все что происходит у нас в последние два года я считаю что это коррекционное движение и возможно мы его уже закончили так как у нас было в пятницу такой такой пролив вниз мы вынесли стопы тех игроков которые прятали стопы ниже уровня 104 50 мы их собрали была такая кульминация вот этих шартистов и возможно она закончилась и выше данного уровня 104 50 я бы только покупал евро стопло здесь понятие за вот этот ложный пробой с целью 112 115 120 могут ли еще раз тестировать вот эти минимумы которые были пятницу 103 с копейками все возможно но я пока такой сценарий рассматриваю я бы не сказал что он прям супер надежный но агрессивно можно такие покупки рассмотреть если будут дополнительной информации рисоваться я уже буду следующих обзорах об этом говорить поэтому евро я только за покупки были там комментарии что евро может падать там в район паритета и ниже да такие сценарии возможно то есть это рынок то есть я сказал свою точку зрения что у нас я рассматриваю рост конечно рынок может пойти ним по моему сценарию для этого есть стоп лосса вы можете поставить стоп лосса если рынок пошел падать зафиксировали или чертите если у вас свое мнение пишите в комментариях что вы думаете дальше по евро мне мнение такое дальше ну и закончим коротко по форексу это с инструмента юань рубль напомню еще на прошлой неделе я советовал покупать данный инструмент юань достаточно агрессивно растет по отношению к рублю у нас была здесь отличная модель по моей стратегии модельный трейдинг мы отлично отработали смотрите мы всю прошлую неделю и даже сегодня с понедельника мы показываем хороший рост в принципе новых новых сделок я бы здесь уже не делал так ну и что касается рынка криптовалют двух словах по биткоину мы почти достигли 100000 как я ранее говорил по новым сделкам я был принципе пробовал дальше снова покупать биткоин пока мы выше 97200 я за покупки и возможно мы в ближайшее время будем тестировать 100000 и немножко его прокалывать как вариант если мы будем ломать 97000 возможно здесь какая-то коррекция начнется более глубокая но я пока только за покупки по эфиру давайте закончим на этом эфиры я бы агрессивно покупал потому что эфире еще не показал такой мощный рост как некоторые монеты и по эфиру сейчас локальный уровень поддержки 30 3300 все что выше за покупки и цель 4000 и выше я думаю что эфир может ближайшее время стрельнуть так и в район 5000 и возможно десятки да то есть до нового года я не знаю но первый квартал двадцать пятого года точно покажет такой рост да есть мнение что по эфиру может и на и не начнется такой бурный рост как по биткоину потому что биткойн нас показывает все новые новые максимумы эфир пока еще очень сильно тормозит но я думаю что у него вот эта коррекция которая была весь 24 год она это накопление и мы сейчас просто будем 4 вылетать и выше уходить поэтому эфир я бы покупал и так на этом закончим напомню еще раз что до 31 ноября действует акция скидки 30 процентов на обучение по моей стратегии модельный трейдинг также скидки действуют на закрытый канал про сигнал если у вас будут возникать вопросы здесь есть информация на мой телеграм-канал пишите по всем вопросам я отвечу поэтому вот как то вот тогда потом ждем следующего обзора если будут какие-то уточнения я обязательно буду в следующих обзорах их разбирать обязательно соблюдайте риски потому что это рынок на рынке все возможно да плюс сейчас такая ситуация что рынки могут быть в моменте очень волатильные и сильно выносить всем пока удачи